В 2020 году в Тверской области будут реализованы 90 проектов благоустройства. Среди них набережная в Старице и парк Венецианово в Удомле, признаны победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах. О том, где и что будет благоустроено, в этом году расскажем прямо сейчас. 2019 год порадовал свежеотремонтированными дворами и обновленными общественными территориями жителей 54 районов области. В общей сложности это 149 объектов на общую сумму порядка 450 миллионов рублей. Теперь благоустроенными дворами могут похвастаться Тверь, Торжок, Белый, Сандова, Торопец, Калязин и Конакова, а также еще 13 муниципальных образований. А новые скверы, парки и общественные пространства разбили практически во всех районах области. Все проекты были реализованы в рамках программы формирования комфортной городской среды. Программа реализовалась на территории 26 муниципальных образований, 54 проекта, достаточно успешная реализация, очень хорошие отзывы жителей. Считаем, что поручение президента, которое было дано, достаточно успешно реализуется, в том числе на территории нашего региона, очень высокая популярность данной программы. Кроме того, крупные объекты по благоустройству в 2019 году были успешно реализованы в Осташкове и Торжке. Эти города стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Осташков благодаря победе в конкурсе получил на комплексное благоустройство улицы Евстафьевская 55 миллионов рублей. В рамках проекта выполнена работа по комплексному благоустройству улицы, укладки тротуарной плитки, полная замена электроосвещения, установка малых архитектурных форм, в том числе беседки с портами для зарядки мобильных устройств. Проведен ремонт колоссов, подземных коммуникаций, высажены деревья, посеяны газоны. Установлена детская площадка. Бульвар стал местом отдыха для горожан и гостей столицы Селигерского края. Грант из федерального бюджета на реновацию восточной части парка культуры и отдыха в Торжке составил 50 миллионов рублей. В парковой зоне у городского дома культуры благоустроили аллею, тротуарные дорожки, проезды и площадки. Установили скамейки, линии освещения, детскую площадку с игровым комплексом, а также пантус для маломобильных граждан. Выполнено озеленение. Помочь городам Верхневолжья с участием во всероссийских конкурсах уже несколько лет помогает Центр развития экономики малых городов. И это их не последние проекты. Мы будем работать со всеми муниципальными образованиями, потому что Центр развития экономики малых городов рассматривает все эти программы благоустройства как лишь инструмент для создания каких-то экономической активности в муниципальных образованиях, которые сегодня теряют население. Мы хотим его там задержать. А в этом году Центр будет благоустраивать территорию исторических поселений. В Старице запланировано благоустройство набережной на территории городища. В Удомле – парка на улице Венецианово. На этот год у нас три проекта, которые готовятся. Это Кимры, Удомля, Конаково. Поэтому мы тоже смотрим, что еще будет дополнительно. Также у нас есть проекты в Калязине, в Кашине. У нас Нелидова также подготовила проекты. Ну, очевидно, это будут уже будущие периоды. Также в этом году благодаря победе все в том же всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах будут проведены работы в Конакове на городской набережной. С максимальным сохранением природного ландшафта. Федеральная поддержка составит 70 миллионов рублей. Идет разработка проекта. Предусмотрено создание прогулочных маршрутов, велосипедной сети, освещение. Здесь появятся новые спортивные площадки для занятий футболом и пляжным волейболом. Будет создана зона для воркаута и детская площадка. С этого года в рамках программы в Тверской области развивается новое направление – установка детских игровых комплексов и площадок. В 2020 году в 42 муниципалитетах появятся 43 современные детские площадки. О правительстве Тверской области было принято решение по одной площадке передать в каждое муниципальное образование. При этом установка должна быть завершена до 1 июня текущего года. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы посмотрим, промониторим, как эти работы формируются, как они готовятся. Всего с 2020 по 2022 годы на повышение качества городской среды в Тверском регионе планируется направить более 1 миллиарда рублей.